Дамы и господа, товарищи, земляне, комплект говорящих рук, обувной маньяк говорит вам бонжур. Экстренный выпуск, я не мог этого не сделать. Я сейчас нахожусь в аэропорту, попросил всех не торопиться. Я летчику сказал, я говорю, кондуктор, не спеши, нажми на тормоза, мне надо обзор снять. Вот как, ну как я мог, вот как я мог это не снять, а? Ну, это же просто, ну, это же сумасшедшие кроссовки. Первый экземпляр, второй экземпляр, все, не торопите меня, не торопите, летчик, я скоро буду. Вы только посмотрите на этот, это просто сумасшедшее что-то, безумие. Я надеюсь, вы оцените мои старания, не забудете подписаться, лайк, дизлайк, работаем. Сегодня на нашем операционном столе эволюция, эволюция компании ЭКО. ЭКО, говорящая о том, что, ну, нифига мы не для пенсионеров. Ну, серьезно, заканчивайте, господа, ну, что за стереотипы. ЭКО, обувь для пенсионеров. Вы посмотрите на эти оффроады, да, именно так они называются. Здесь же гармония стиля, качества, все, как мы любим. Нам-то мало натуральных материалов, здесь нам много натуральных материалов, там они не такие, здесь они не сякие. И, пожалуйста, нубук в ассортименте по периметру. Кожа, натуральная кожа. Будут заломы? А вы знаете, вот тут такая кожа, что я боюсь, что и заломов и не будет. Ну, и вы же понимаете, кожа, она бывает разной выделки. Если вы думаете, что кожа везде одинаковая, то вы глубоко ошибаетесь. Там миллион разных вариантов выделки кожи. От замши, нубука, до кожи, до лайки, до самых, до окраин, как говорится. Посмотрите на этот силуэт. Что нам еще надо? Слякоть, грязь, солнце я уже не видел два месяца. Черные ботинки, черное на черном, все черное, black edition. Посмотрите вот на эту подметку. А? На эту агрессию. Не зря они называются оффроад. Я предсказываю ваш вопрос, а будут ли они скользить на льду? Наша формула. По снегу идешь, по льду улетаешь. Любая. Что бы они ни писали, ну, это городская обувь. Это городская обувь, которая рассчитана для городских условий. Но никто в ЭКО, в Дании не знает, что может быть лед в центре города. Да и откуда в городе лед у нас? Ну, серьезно. Ну, бывает иногда. Ну, очень редко. Да, бывает. Всякое бывает в этой жизни. Хоть и мне не хочется рассматривать швы, но в данном случае мы видим легкую несимметрию. Я, честно говоря, не могу понять, почему у обувных брендов такая проблема с симметрией. Ну, посмотрите, что это такое. И это не первая, это не последняя пара обувь. И не важно, сколько она стоит и какого она качества. Да, швы здесь идеальные, но симметрия здесь почему-то отсутствует. И здесь на ЭКО, возможно, первый раз, возможно, я забыл, я вижу букву Р. Как вы думаете, что это такое? Рецептор. Именно это означает, это буква, технология, которая обеспечивает защиту стопы на всех этапах шага. От касания земли до отталкивания. Рецептор делает обувь более устойчивой. Совершенно верно. Вот что нам и надо. Я всегда говорю, завалить обувь вообще не проблема. А у ЭКО настолько все грамотно, качественно, с умом продумано, что с этим проблем не будет. Естественно, эксперты по ПАЛЮ скажут, маньяк, да это ПАЛЬ. Я вам скажу, ну, у вас же везде ПАЛЬ. Это шов. Вы видите этот шов? Это НЕПАЛЬ. Это спайка. Это абсолютно нормально. А без этого, ну, никак. Самая обычная, наипростейшая стелька. Здесь большего и не надо. Размер 41. Это европейский размер. Внутренний мир данного экземпляра абсолютно банален и ничего интересного. Язычок прошит ровно вот до этого места. Для чего это сделано? Возможно, для большей герметичности и для меньшего шанса попадания снега внутрь обуви. Но при этом, при всем, прошу отметить в протоколе, что никакой мембраны Гортеx и вообще никаких абсолютно мембран в данной обуви нет. Спайка верха и промежуточной в данной обуви обеспечивает эковская технология, которая гарантирует полную герметичность. Ну, хотя бы первые 2, 3, 4, 5 лет. А дальше уж, ребят, ну, не квартира в конце концов. 5 лет поносили и купили следующее. Что касается времени года. Наверное, от плюс 5 до минус 15. Но это при условии, что, например, в минус 15 вы будете перемещаться на персональном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Ну, или на электромобиле. Кстати, электромобиль в минус 15 может неожиданно сесть. Поэтому давайте лучше с двигателем внутреннего сгорания перемещаться в данной обуви. Вы можете мне сказать, что, маньяк, нету Гортекса, дышать не будут. Нет, господа присяжные. Натуральные материалы, они всегда дышат. Как ни крути. Естественно, по лужам ходить лучше не ходить. Но, честно говоря, в моем гардеробе, например, на Гортексе только мои зимние легендарные эко, которым в этом году уже пошел 11 год. И я великолепно хожу в обуви без Гортекса. Я в изи-бустах, я в бустонах в Германии под дождь попадал и все нормально. Но не бегайте вы, правда, по лужам. Ну, зачем вам эти лужи? Страна производства данного восхитительного экземпляра Таиланд. Весят эти кроссовки 443 грамма. Это не тяжелая обувь. Я вам гарантирую, ваши ноги в этой обуви уставать не будут. Они будут отдыхать. Ну, если вы правильно подберете размер. Сегодня исторический выпуск, он связан именно с тем, что я не буду возмущаться цене ни на секунду. Обошлись мне эти кроссовки 13 200. 13 200 рублей это 300, ой, 300 говорю. 130 евро. Это сущие копейки за такие восхитительные экземпляры. Я... Хватит. Хватит лишних слов. Давайте посмотрим, как они блестят на солнце. Показ моды объявляется открытым. И я надеюсь, вы не забыли подписаться на обувного маньяка. Потому что сегодняшний выпуск делается в максимально экстремальных условиях. И показ моды будет максимально короткий, потому что летчик ждать не может. Вид с высоты птичьего полета. Вид сбоку. Что касается размера, в подъеме все ок. У меня высокий подъем. Ширина моей ноги 10 сантиметров. Все хорошо. Длина моей ноги 26,3 сантиметра. И вот здесь мой палец. Возможно, это не очень хорошо. Что касается комфорта данной обуви, могу сказать только одно. Это оркестр Гленна Миллера с композицией Серенада «Солнечная долина». Ваши ноги никогда не устанут в этой обуви. В общем, господа, я надеюсь, вам понравился мой сегодняшний обзор. Лайк, дизлайк. Я бегу в самолет. И скоро будет серия мощных выпусков из Таиланда. Езда на байке, самые вкусные кафе и шопинг в Таиланде. Увидимся, когда увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok